всем привет мои любимые дорогие зрители добро пожаловать на мой канал на мою кухню всех очень очень рада здесь приветствовать мои хорошие а в преддверии праздников канун нового года от вас получаю очень много комментариев под видео мари приготовь пожалуйста какое-нибудь горячее блюдо на новогодний стол сегодня решила исполнить ваши пожелания у меня здесь на столе как видите свиная вырезка здесь и корейка и филейная часть и спинная часть можете использовать любую удобную часть какую найдете это может быть и ребра и все что хотите филейная часть и так сейчас мы с вами замаринуем мясо и продолжим так мои хорошие вооружилась перчатками здесь у меня полтора килограмма свинины на данном этапе мы будем мариновать свинину только солью и красным перцем вот так вот на глаз берем в конце обязательно конечно же напишу пропорции внизу под видео в описание чего сколько добавляем здесь у меня красная паприка сладкий красный перец можете взять копченую паприку точно ответит то тоже отлично подойдет так сначала с одной стороны хорошенечко все это втираем специи чтобы у нас мясо очень хорошо промзиновалось переворачиваем и все то же самое с другой стороны итак дорогие мои хорошенечко натерли солью красным перцем теперь все это дело мы закрываем пищевой пленочкой можете мясо положить какой-нибудь контейнер закрыть крышечкой я сегодня буду мариновать вот таким вот образом просто покрываю пищевой пленкой и оставлю мариноваться на кухонном столе а где-то час полтора а если вы никуда не торопитесь можно это все поместить в какой-нибудь контейнер закрыть плотно крышечкой и в холодильник на 6 12 часов так мясо лучше конечно же замаринуется сегодня я оставлю на кухонном столе мариноваться примерно на час это обязательно а пока у нас маринуется мясо мы сами не будем терять времени и приготовим очень вкусный соус заправка то чем мы будем смазывать мясом когда он уже будет почти готова именно это этот соус придаст мясу пикантность вкус и вот это вот очарование поэтому давайте приступим возьмем такую небольшую мисочку здесь у меня красный перец смеси с копченой паприкой добрую чайную ложечку далее и специи я буду использовать пол чайной ложечки называется кумин зира очень хорошо сюда подходит пол чайной ложечки добавляем побольше все на глаз добавляйте что больше любите кориандр обязательно пол чайной ложечки здесь у меня гранулированный чеснок с томатами тоже можно добавить очень вкусно получается можете если не боитесь чеснока сразу сюда зубчик чеснока я добавлю чайную ложечку всего добавляйте по своему вкусу как хотите можете использовать какую-нибудь готовую приправу меркс финини которую вы предпочитаете и используйте хорошенечко все это дело перемешиваем и так здесь у меня соевый соус добавляю сюда а две три столовые ложечки соевого соуса две с половиной и в самом конце добавляем столовую ложечку меда такую недобрую без горки все хорошенечко перемешиваем чтобы все ингредиенты очень хорошо перемешались между собой соль сюда не добавляю потому что соевый соус и так соленый достаточно и мясо мы уже посолили замариновали хорошенечко хорошо перемешиваем чтобы мед очень хорошо распределился со всеми остальными ингредиентами аромат какой стоит потрясающий можно добавить сюда ложечку горчицы в зернах будет тоже очень вкусно здесь на свой вкус я показываю то как готовлю я вот этим самым методом в этих пропорциях можете что-то от себя добавить или убавить если что-то не нравится посмотрите какой у нас получился великолепный соус очень очень ароматный очень вкусно пахнет на этом этапе можете попробовать на вкус добавить чего вам не хватает по своему вкусу заметьте что черный перец сюда я ксении не добавляю на мой взгляд он сюда не подходит вот так вот ждем пока у нас замаринуется мясо и так у меня прошло полтора часа мясо меня хорошенечко замариновалось лучше конечно мариновать его несколько часов но мы сегодня торопимся и так берем какую-нибудь жаропрочную емкость от который будем запекать покрываем фольгой хорошенечко ну вот мои дорогие вооружились перчатками мясо у меня замариновалось хорошенечко перекладываем его аккуратненько на фольгу здесь у меня несколько зубчиков чеснока по желанию можно вот так вот здесь у меня черный перец горошком разноцветные перцы вот так вот посыпаем прямо на мясо и обязательно лавровый листик несколько лавровых листиков вот так вот можно их измельчить даже на мясо таким вот образом могу тоже не надо пару штучек достаточно все мои хорошие в эту красоту мы аккуратненько закрываем фольгой аккуратно вот так вот защитываем края и вот в таком вот виде отправляем духовку выпекаться при 180 градусов режим верхний с конвекция примерно на 30-35 минут затем откроем фольгу итак мои дорогие мясо у нас потонилось под закрытой фольгой ровно 30 минут сейчас открываем фольгу раскрываем вот такая у нас здесь картина мясо почти приготовилась ему остается лишь зарумяниться убираем чеснок и лавровый лист так вот они нам здесь уже не нужны аккуратненько снова вот в таком вот виде отправляем мясо обратно в духовку до того момента как она прям хорошенечко зарумянится ну вот мои дорогие еще где-то полчаса у меня мясо готовилось уже под открытой фольгой и так и так мои дорогие что мы сейчас делаем мясо уже уже у нас готово практически вы не забыли до что мы готовили с вами вот такой вот вкусный сироп вкусную глазурь и так и в берем кисточку и покрываем наше мясо вот этой вот ароматной изумительнейший просто глазурью вот так вот покрываем щедро мои дорогие со всех сторон знаете как сразу мясо заиграла какой цвет приобретает сразу аромат я вас уверяю все гости просто будут в каком-то невероятном восторге от этого блюда это очень вкусно гораздо вкуснее чем просто запечь свинину в духовке и все дело делает в этот вот шикарнейший соус смотрите этого количества которые я обязательно укажу внизу под видео в описании хватило вот на такое количество мяса у меня здесь как я уже сказал полтора килограмма вот так вот хорошенечко смазываем со всех сторон посмотрите какой аромат просто как лучшим ресторане мои дорогие теперь мы это мясо отправляем буквально на пол минуточки на минуту в духовку дольше не держите потому что здесь присутствует мед он будет гореть у вас просто сгорит ваше блюдо можно подавать в таком вот виде сразу же потому что мясо уже готово можно на минуточку просто засовываем духовку чтобы глазурь вся схватилась буквально на минуту и следите обязательно чтобы ничего у вас не горело ну вот подержала мясо буквально полминуты в духовке буквально полминуты чтобы ничего не загорело теперь подойдем ну вот и все мои дорогие наше вкуснейшее блюдо готово мясо по этому рецепту получается ну восхитительное просто какой аромат сейчас стоит у меня на кухне просто не передать словами посмотрите как это по праздничному как красиво нарядно смотрится я решила подать вот на такой вот дощечки снизу постелила бумагу для выпечки а вы же можете подать любом удобном красивом блюде на стол просто слов нет у меня какое это удобное простое приготовление блюдо получается просто ну изумительно один только аромат чего стоит обязательно приготовьте новогодний стол да и на любой другой праздничный стол я вас уверяю гвоздь и домашний путь в восторге благодаря вот этому вот соусу до которым мы покрыли сверху посмотрите какая красивая корочка глянцевая красивая получилось мясо нежнейшее ароматнейшее вкуснейшее обязательно готовьте исполнила ваше пожелание мои дорогие а вам как всегда хочу сказать спасибо за активность на моем канале за комментарии такие приятные теплые воодушевляющие за лайки за просмотры надеюсь что приготовитесь с вами следующем видео пока пока и с наступающим